добрый день по славу божию хотел поговорить по поводу крещения у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я слушаю говорите почему вы не совсем не приехали у нас крещение хозяйства я один живу три стульев там без вариантов ну ладно пока отложить нынче не будет на следующий год седьмого может быть июля там где-то так будет так вы себя крепко держите пока изберите кто ваш поручитель будет зайдите к вячеславу николай астахов посоветуйтесь а потом священника меня правил к другому священнику прицепить ну я сказал что я был моченый там на кафельном полу стоял ну 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 а потом приехал сейчас я оглашение зайдите вышел в машину снял решил вам набрать он говорит оказывается вы были крещеные вы и когда он к отделам ходит икон освещает а я всегда стою на одном месте не кручусь он меня за руку берет но поближе познакомимся тогда мы 10 октября отсюда должны выехать уже в город мы приезжаем сюда на 4 месяца летом сажаем тут и собираемся и увозим в город вот нынче людей много было наверно больше 30 человек вот крестилась 13 да правильно это восемьдесят восемь шестое правило шестого вселенского собора она и таинства не было никакого если погружения не было какое таинство то ну допустим человек подошел с чаши воды налил и говорит ты причащался а ты же знаешь что не причащался это везде такое священник говорит исповедоваться не стоит ну не стоит правильно не стоит с соглашенными выходите когда скажут соглашены выходите выходите и все уже многих местах стали крестить как положено об этом и архиереи заговорили и главное это архиепископ лука воин и осценицкий которые мочили они крестили он их запрещал в служении вот так он ко мне подошел видно что он настроен что я крещеный моченый закрещение принимает погружение всех языках переводится погружение тауфен баптизен чё же обманывает то от они от католиков набрались этой пакости 48 глава 10 стих пророка иеремии говорит проклят кто дело господне делает небрежно проклят то есть в этом вопросе которые не погружают они проклятые это таинство господне господь крестился в иордании русь крестили где крещатик весь народ был в воде филипп и евнух оба сошли в воду написано в деяниях апостолов в воду они покропил его это не такое рисует крещение ян креститель какая-то у него черепушка там или что-то и на христа возливают обманщики все святые отцы говорят о полном погружении под воду чтоб ты скрылся умер тесли не погрузился тебя не похоронили ветхий человек живет еще тебе как в мавзолее я понимаю к чему он клонит если он признает что мочение это недействительно то многие будут вопросами задаваться скажут мы тоже не крещены там много таких стоит он сам не крещеный на него все священники восстанут они уже привыкли делать это католичные а католичные это от католиков зараза приползла он положен где-то 50 лет он 5 лет священником конечно много не знает но если он не знает мы можем вам материалы скинуть освященстве вы там ему как-то передайте вот вы закажете у нас первое издание было это третье издание уже вышло а вот там о священстве прочитайте о крещении прочитайте там все взято все святые отцы и каноны церкви библия на первом месте они ничего сказать не могут дурят а вот он меня получать сюда вправлял в то воскресенье к другому священнику и я сказал что давайте без симонии не будем за тайницу денег платить он хотел добровольное пожертвование какое пожертвование когда-то вешал с храмом в карман сунул про Симон Волхов ему говорил он да я знаю но вы не забывайте там есть местописание что к ногам апостолов верующие люди приходили все имение свое отдавали отдавали не за крещение отдавали чтобы жить можно было пенсии не было к ногам полагали имение проданные деньги где вы взяли что-то за таинство таинство это симония проклятый грех он когда с кадилом идет он ходит не людей а иконы иконы люди не должны за ним поворачиваться во время когда ходит и стол как стоял ты стак стой он идет кодит иконы иконы ну элементарная вещь он должен знать что он иконы ходит зачем он меня за руку взял и к людям туда поставил ну незачем дурец называет дуркует не знаю и вот он мне говорит если вы не хотите за таинство платить он мне дает конверт я не знаю что там не смотрел я вообще на завтра скажите ему скажи десятину включите верующие будут платить вам ты проповедуй славу божию десятину то у нас десятина идет у нас тарелка не ходят ни за что деньги не берутся десятина все оправдывает а десятина больше установления так никого нету божественного нету а дьявольское вползло как вам не стыдно грабители еще по поводу десятину меня мучает вопрос меня совесть обречаете я пока не плачу никому ну ладно смотрите как ну так все я отхожу с богом спасибо христос храни господь